МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Девятый проект бюджета на следующий год, и копья ломаются, уже начали ломаться в правительстве, еще, видимо, и коалиция подключится. Но вы все-таки представляете оппозиционную партию, у вас, наверное, свой взгляд. Но то, что нам известно о проекте бюджета, что правительство уже заявило, особенно министр финансов, что не более 1% дефицита, и все, и точка. Девятьдесятых, да. Как вам кажется, почему они вот так вот, ну, правящая коалиция, сдерживает вот этот дефицит бюджета? Ведь, с одной стороны, вроде бы мы уже приняты в этот еврозону, в этот евроклуб, уже можно чуть-чуть расслабиться, и можно подумать о развитии экономики. Как вы это для себя объясняете? Ну, во-первых, еще не приняты. Мы приглашены, но все это должно состояться с 1 января 2014 года. Да, ну, будет, видимо, будет. И главная проблема не только в том, чтобы попасть в еврозону, проблема в том, чтобы в ней удержаться, демонстрируя те же самые показатели, которыми Латвия гордится вот на данный момент. Хочу сказать, что по существу ни одному государству это не удавалось, потому что не в Европейском Союзе, да и в самой Латвии, Латвии, от которой национальная валюта, жестко привязанная к евро уже 8 лет, так и не смогли продемонстрировать способность удержать стабильными цены. А раз цены нестабильны, растет инфляция, которая, по большому счету, съедает экономику. Да, и из этого следует, что правительство будет и впредь, во-первых, демонстрировать Европейской комиссии, что она выполняет все мастерские требования, а с другой стороны будет вынимать деньги из экономики, таким образом стремясь уйти от ценового пузыря. Закончится это, может быть, не может быть, а наверняка при долгосрочном исполнении этой политики закончится стагнацией. Стагнация экономики небольшими ростами процентными в течение года в латвийской экономике, а значит, очень незначительному подъему к качеству жизни жителей нашей страны. А мы в этом очень нуждаемся. Это правда. Еще тоже вот интересный такой фокус, поясните нам. С одной стороны, правительство говорит о том, что все, у нас уже экономический рост, там показывают даже цифры этого роста ВВП, а с другой стороны, вот сейчас мы видим, что министерство подали свои запросы, ну, пускай там понятно, что зачастую министерство просит намного больше, чем вообще им нужно, но тем не менее. А правительство говорит, нет, 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 вот вы там подали на 572 миллиона, а мы удовлетворим в лучшем случае на 68. И получается абсурдная ситуация. На увеличение ассигнований на компенсационные медикаменты нет. На увеличение зарплат медикам пока, судя по всему, тоже нет. Да, там, на демографию, ну, тоже как-то непонятно, да. А в чем тогда смысл? Какова цель у государства? У меня, видите, не было возможности рассмотреть, ну, просто познакомиться с теми предложениями, которые вносит министерство, это пока рассматривается в правительстве, но я утверждаю с большой степенью вероятности, что министерство требует вернуть то, что у них было отнято в 2009 году, когда по каждому министерству сокращение финансирования составляло от 30 до 50 процентов. Это привело, прежде всего, к падению заработных плат работников публичной сферы, учителей, полицейских, чиновников, чиновников министерств в частности. Это очень не модно хвалить чиновников, но я утверждаю, что в значительной степени... Совсем не модно. Устойчивость государственного корабля латвийского определяется именно высоким классом, профессионализмом работников министерств, которые, несмотря на то, что они стали получать меньше, они никуда не уезжают, ни в Ирландию, ни в Англию, они продолжают работать и нести самый тяжелый труд, а именно профессионального сопровождения нашего государства политики политиками, а на хозяйстве кто-то должен быть. Эти люди стали получать меньше. Теперь происходит возвращение, я полагаю, так, именно попытка вернуться к тому уровню, с которого мы ушли в 2009 году. Кроме того, и это тоже, на мой взгляд, важно, мы только находимся в первом кругу обсуждения бюджета, так сказать, внутри правительственном, но скоро к нему присоединятся и уже начинают подключаться латвийский союз самоуправления, другие социальные партнеры, профсоюзы, пенсионеры. Все это еще предстоит услышать нашему правительству. А далее уже семь. Я утверждаю наверняка, что не только оппозиционные центры согласия, но и другие партии и другие отдельные депутаты, находящиеся в том числе и в коалиционных партиях, найдут, что сказать, и представят свой счет правительству, и этому бюджету следующего года. Да, вот еще сегодня буквально перед вашим приходом к нам в студию было заявление двух организаций, весьма влиятельных, это вот конфедерация работодатель, торговая политическая палата. Они из того, что было опубликовано в средствах массовой информации, сделали однозначный вывод, что вот план национального развития, с которым так вот носилось в том числе и правительство, вот его главный мотив или главный такой кредо экономический рывок вот этим бюджетом и вообще вот теми проектами вот этих бюджетов, которые есть в основных положениях на 2015-2016 год достичь не удастся. Вы тоже согласны, что никакого экономического... Я попытался об этом сказать в самом начале нашего разговора. 0,9% бюджетного дефицита, то есть вот таким небольшим кредитом, который собирается брать на рынках наше государство, рывок не обеспечить. А бюджет не для того, чтобы сделать рывок и выполнять план национального развития, бюджет для того, вот такой создан, чтобы войти в еврозону и продемонстрировать устойчивость сопровождения бюджета в соответствии с теми правилами, которые согласованы с Европейской комиссией. Точка. Здесь нет никаких иллюзий. Поэтому говорить о том, что план национального развития можно осуществить при такой бюджетной политике, серьезно говорить не приходится. Для развития в условиях свободного рынка, в капиталистической экономике надо жить в долг. Это парадоксальное, очень непопулярное в народе суждение, но это правда жизни. Для того, чтобы развиваться, даже молодому человеку, который хочет стать специалистом, он должен получить образование высшее. Тогда он либо берет в долг у себя, у своего здоровья, у своих родственников, у своих родителей. Или у банка даже. Но в расчете на то, что он получает новую профессию, он становится умнее, богаче, он получает хороший заработок, таким образом он создает некоторую ценность, он возвращает деньги, которые получил, и проценты за этот кредит. И так развиваются все, любое хозяйство. В противном случае, проедать только то, что ты создал, и гордиться тем, что ты экономен, это оставаться на том уровне развития, который у тебя создала природа. Так никто не развивается в современной экономике. Ну, это интересно. Тем не менее, многие сторонники жесткой фискальной политики, ну, Латвии в том числе, говорят о том, что, ну, вы посмотрите, вот есть пример Греции. Нам не нужно такого. А нужно нам такое или не нужно? Или это просто такая спекуляция? Это лукавство. У Греции серьезные проблемы. У Греции были проблемы, так скажем, нравственности в плане сопровождения статистики, которую они демонстрировали в Европейский Союз. Они давали просто неточную, а иногда просто подделанные сведения о своей экономике. Но Греция наряду с тем потерпела как раз те проблемы, о которых я сейчас пытался сказать. Наряду с Испанией, Португалией, Ирландией, Италией. Греция, ну, проще говорить об Испании, потому что наиболее ярко выращенный пример. Испания, которая скрупулезно выполняла требования Маслевского договора, она жила с небольшим государственным долгом, она заканчивала бюджет последние годы предкризисленные с профицитом. Инфляция была терпимая, но как только начались экономические проблемы, частный сектор вынул деньги из экономики Испании. Это привело к потере рабочих мест работниками, это привело к падению жизненного уровня, не только к безработице, но и к демографическим проблемам в стране. И это существенное предупреждение для тех государств, которые считают, что суровой экономией можно лишить все проблемы. Дело в том, что наше правительство, серьезно рассуждая о том, что нельзя забираться в долг, говорит все время о долге государства. Но есть еще один долг, о котором оно предпочитает не рассказываться, не распространяться, а на самом деле это существенно, это долг частного сектора. Это те деньги, которые по существу мы берем в долг у международных рынков, когда покупаем товаров больше и услуг на внешних рынках, то есть импортируем в страну больше, чем можем выставить своих товаров и услуг за пределами Латвийской Республики. И этот долг, эта разница определяет как раз конкурентоспособность страны. В том случае, если с падением экономической конъюнктуры эти частные деньги, которые свободные, которые никак не привязаны здесь ничем, выводятся из страны, разрушается производство, разрушается структура для создания рабочих мест, сокращается количество рабочих мест, и начинаются те проблемы, которые потерпели и Испания, и названные государства, да и наша Латвия, потому что латвийский лад, по большому счету, мало чем отличается от евро, в силу того, что он привязан к евро и колеблется только в размере 1%. Да, еще говоря о приоритетах, вот, по крайней мере, правительство обозначило их несколько, да, это вот борьба с социальным неравенством, правда, пока особых эффективных мер мы не видели от правительства, кроме вот обещания понизить необлагаемый минимум. Там еще называется демография, дороги. Вот, что касается вот социального неравенства, какие, на ваш взгляд, если бы вас спросили, какие могут быть тут рычаги? Ну, хорошо, необлагаемый минимум. Правда, сейчас уже правительство говорит о том, что, может быть, нам стоит отказаться от снижения ставки подоходного налога населения, то есть одной рукой дают, другой отбирают. Ну, это, во-первых, а во-вторых, надо все-таки не сбрасывать со счета такое средство социального выравнивания, как прогрессивный подоходный налог. Все-таки. Пока что это, об этом говорят все, но ни одна из партий, входящих в правящую коалицию, серьезно даже к каким-то разговорам еще не подступала. Напомню, что это является, кстати, вот прогрессивный подоходный налог является одной из существенных позиций партийной программы партии, в которой я состою. А именно социал-демократическая партия Согласия. То есть вы утверждаете, что это все-таки партия социал-демократического толка? Наша партия, вне всякого сомнения, и по названию, и по содержанию, и по диалогии, и по ценностям. Да, вот это интересно, то, что вы сейчас сказали, поскольку сегодня, как раз в Латвии Савизе, не знаю, успели его посмотреть, нет, было интервью с Удрисом Осисом, известным экономистом, да, и вот он начали спрашивать не только об экономике, а о политике в том числе. Он тоже сказал, что у ценностей Согласия, он не знает, какая у них идеология, и он не очень верит, что у вас социал-демократическая идеология. Что вы можете ему сказать? Я сегодня мечтал в Латвии Савизе. Я, к сожалению, должен признаться, что у Удриса Осиса были причины так говорить, не потому, что нет у нас идеологии. К сожалению, мы до сих пор делали непростительно мало для того, чтобы наша партийная программа, принятая два года назад на съезде, стала известна широкому кругу наших избирателей и наших оппонентов. Между тем, программа составлена очень добротно, я это утверждаю, не только потому, что являюсь одним из авторов этой программы, но и потому, что в те месяца и год принятия программы в 11-е мы работали очень энергично с документами других социал-демократических партий. Мы встречались с нашими товарищами по идеологии из Германии, с руководителями отделения Земли и Шлезвия Хорштайн, с которыми консультировались при составлении нашей программы. Не в том плане, что они нам писали программу, а мы просто сравнивали позиции, чтобы убедиться в том, что мы правильно настраиваем наши позиции с европейской социал-демократии. У меня сейчас нет просто никаких причин сомневаться в том, что мы на правильном пути. – Игорь Пименов у нас в студии, депутат Сейма, фракционное согласие. А все-таки, на ваш взгляд, население постепенно, если так можно сказать, дозревает в том, что пора уже Латвии сменить курс. То есть у нас было 22 года абсолютно правая политика, так пока не декларировалась, с элементами популизма. А сейчас уже пора попробовать этот левый путь в развитии. Я почему спрашиваю? Потому что на выборах в Крыжскую Думу там такие другие нюансы, но мы видим, какой результат. Что касается Сейма? – Я убежден в том, что Латвия вообще пропитана социализмом, как рождественский кекс. – Сейчас, несмотря на правое правительство, да? – Я говорю об избирателях. – О избирателях. – О ценностных и мыслительных стереотипах и поведенческих, которыми живут все люди в нашей стране, независимые от этнической принадлежности, и крестьяне латвийские прежде всего. Года четыре назад по телевидению Иверс Годманес обронил, что Латвия не выдерживает экзамен на капитализм. – Имел в том беду следующее, что жители нашей страны, условно говоря, не гонятся за барышом так, как, наверное, хотелось бы политическим либералам или неолибералам. Они не ставят, скажем, главной целью своей жизни нажиться, еще раз нажиться, а потом снова нажиться. Они предпочитают ходить днем на работу, делать добросовестно свое дело, работать творчески, твердо быть уверенными в том, что они сделали, за это они получили вознаграждение соответствующее. Создавать семью, зарабатывая деньги, добиваться, чтобы дети получали хорошее образование и продолжали их, дедов и отцов, в себе и в своих внуках. Вот как бы те ценностные ориентиры, которыми живет огромное большинство жителей нашей страны. И в этих условиях программы неолиберальной экономики, которые настроены на поступление больших денег, на постоянную гонку, на соревнования, на то, чтобы каждый день ты начинал с того, чтобы каким образом лучше себя устроить, не будучи уверенным в вечере. Это все чрезвычайно не только раздражает, но большому счету лишает внутренних сил латвийские семьи. Я уверен в том, что выход этим настроением и альтернативную программу развития могут предоставить латвийской республике только левые политики. Я, естественно, защищаю интересы и ценности той партии, в которой я состою. Вместе с тем, я утверждаю, что и многие другие политические партии, в том числе, которые, как правило, принято называть правыми просто по определению, на самом деле приютили у себя достаточно большое количество умных специалистов, которые при ближайшем рассмотрении, при их выслушивании, даже по тому, как они выступают всеми, понимают, что это люди скорее левой ориентации. Они во многом как бы зашорены различными политическими лживыми стереотипами о том, что левые – это непременно люди, которые продадут Латвию. То есть, либо, непонятно, либо китайцам, либо россиянам, либо израильтянам, кому угодно. Только чтобы, ну, никогда нельзя их заподозрить, по мнению таких вот людей, пораженных предрассудками, заподозрить в том, что они могут просто обеспечить выживание и расцвет своей родины – Латвии. Я полагаю, что только в работе и в деле левые политики смогут доказать, что это вранье. Но для этого требуется еще время. Спасибо большое, Игорь Пименов, она в студии. Небольшая пауза новостей и рекламы. Во второй части мы поговорим о многих актуальных и политических темах, и в том числе вот о тех поправках, которые Игорю удалось буквально по завершению весенней сессии провести через парламент. Они получили большинство голосов, в том числе и касаемые родительских собраний. Все-таки 1 сентября они за горами. Оставайтесь с нами. Мультимедийный информационный портал Все самое важное под рукой Наглядно, доступно, подвижно, основательно Полный обзор окружающих событий Современное динамичное телевидение Профессиональные выпуски новостей Депутат Сейма Игорь Пименов у нас в студии. Мы говорим о экономике и не только. Вот интересно, что вам удалось под занавес сессии провести такие важные поправки о родительских собраниях. Это в законе об образовании. Что это значит? Что это дает родителям тех учащихся? Спасибо за высокую оценку этого небольшого успеха Потому что многие считают о том, что оппозиция в парламенте в принципе их удел уносит законопроекты, которые дружно правящие коалиции отвергают. Но не всегда ведь так. Это пример как раз показывает, что при скрупулезном сопровождении своих предложений иногда можно добиться успеха, если эти предложения тем более конструктивные. Я так себя вот нескромно похвалил, но тем не менее я к тому, о чем только что упомянул, что это в общем-то эпизод в той работе, которую фракция ведет всеми, вела всеми зимой и весной этого года. Были и другие, гораздо более серьезные темы, которые требовали всех сил, всех депутатов и долгой подготовки предложений и потом их отстаивания всеми. Чаще всего это отстаивание не приводило к результату, в отличие от этого короткого эпизода, о котором вы сказали. Конкретно в законе образования действительно удалось, ну как не удалось, просто было сделано изменение в расширенные права школьных самоуправлений, школьных советов. И прежде в школьных советах, которые представляют как бы все группы заинтересованных лиц, учащихся, преподавателей, родителей, администрацию, учредители школы, то есть самоуправление, родителям по закону полагается большинство. Больше того, советами должны руководить, опять-таки, представители родительской общественности. Не было только понятно, каким образом эти родители появляются в школьном совете. Практика была, к сожалению, не самая такая, ну как бы сказать, хорошая. Очень часто эти фамилии появлялись просто в воле администрации, директора школы, которые хотели таким образом подобрать себе таких людей, с которыми было бы просто и не конфликтно работать, и которые поддержали бы любую инициативу администрации школы, не относясь к ней критически. Ну, это и приводило к карманам школьным советам, чем и не были довольны чаще всего родители, которые внимательно следят, как происходит обучение детей. Ну, удалось дело всего-навсего добиться того, что в законе теперь сказано, что представители родительской общественности в школьный совет выбирают на родительском собрании школы большинством голосов. Вот такая вроде пустяковая норма, которая совершенно очевидна, тем не менее, многие годы не находила, как бы, поддержки не только в министерстве, но и среди депутатов. Но вот на этот раз и среди депутатов правящей коалиции были политики, которые это продолжение поддержали, и норма была принята большинством голосов. Комиссия поддержала, а потом поддержала Сейм. Я полагаю, это открывает новые возможности для тех родителей, которые действительно хотели бы не только, как бы, ограничиться тем, что найти хорошую школу, отправить туда свое учебное, и потом забыть об обучении своего ребенка на 10 лет, но которые хотят знать, что происходит в школе, как организуется учебный процесс, что можно сделать так, чтобы обучение стало более эффективным. Отмечу, что творческие директора никогда не отказываются от сотрудничества с родителями. И это чрезвычайно важно. В родителях они находят ресурс, помощи, идей, разные есть финансовые формы для того, чтобы принять деньги для поддержки тех или иных программ, которые не предусматриваются государственными стандартами, но которые позволяют расширить круг обучения, ввести изучение новых языков, увеличить количество групп, на которые делится класс во время урока. Это все, по большому счету, может быть поддержана родительская общественность, но для этого необходимо, чтобы голос звучал. Отмечу, что организация, которой я руковожу, Латвийская ассоциация в поддержку школ с обучением на русском языке, выдвигала это положение еще лет 8 тому назад. Тогда нам этого не удалось сделать, хотя потому, что не было, ну как сказать, достаточно ясного представительства этой идеи в Сейме. Но теперь оно состоялось. И я считаю, что одно небольшое, а не небольшое дело, но сделано. Да, вот вы упомянули ассоциацию, вы по-прежнему образование одной из ваших приоритетных тем. Что касается вот этих попыток националов, которые они постоянно повторяют о переводе детских садов, только на латышский язык обучения, ваш прогноз, они еще вернутся к этому, или после того, как очередной раз отклонили все имя, вряд ли? Не отклонили, а просто перенесли на осень этот разговор. То есть, не предложение, но просто это можно по-разному интерпретировать. Может быть, это просто останется, как бы, ну таким благовидным, вот это было благовидным предлогом отклонить предложение, как вы сказали, а может быть, этот разговор еще и поднимется. На самом-то деле, я убежден в том, что у тех, кто горой стоит за русскую школу, и я к себе к ним принадлежу, так же и к моим товарищам, которые по-прежнему работают в организации «Ла Шор», всегда, между тем, должен быть в запасе альтернативный вариант тем или иным предложениям, которые выдвигает правительство или другие политики. Нужно смело бросаться во все эти дискуссии, отстаивать свои позиции, полемизировать с теми, кто хотели бы извести русскую школу, потому что среди них есть, на самом деле, не только какие-то, так сказать, злобные злопыхатели, но и люди, которые искренне заблуждаются, считая, что русский язык здесь главный противник латышкости в нашей стране. Они действительно заблуждаются? Они, чепуха, я считаю, что это чепуха, это, конечно, не так, просто нужно доказывать, показывать и рассказывать, что русский язык – это во многом богатство нашей страны, которое не является угрозой ни для латышей, каждого в отдельности, ни для культуры, ни для языка. В значительной степени я обиждам в том, что будущее нашей политической нации будет более устойчивым, если люди из русских семей найдут возможность реализоваться в этой стране полностью. Так что вы предполагаете, что все-таки еще эта тема разговора о детских садах не закрыта, да? Пока не националы будут всячески пытаться ее педалировать. Я тут не готов комментировать их планы. Что касается вот еще одной новости, которая на этой неделе прозвучала – музей неграждан. Многие так улыбнулись, а может что-то в этом есть, может, это еще одна попытка, как бы, напомнить и международной общественности. У нас есть музей оккупации, но может создать музей неграждан. Это уже не главное явление. Все, что я знаю об этом музее – это то, что писала газета «Вести» сегодня, вот, по-моему, два дня назад. Да, и мы давали, я имею в виду, радио тоже, да. Значит, название такое броское, и как бы и дело, на мой взгляд, благое. Вместе с тем настораживает как бы некоторый пафос, с которым как бы энтузиасты этого проекта взялись за него. Между тем, я полагаю, что, конечно же, давно созрела необходимость не музея, а очень серьезного исследования латвийского советского прошлого. То есть, очень серьезной, кропотливой работы, концептуальной, которая бы закончилась демонстрацией реальных успехов, которые достигла Латвийская ССР с 40-го до 91-й год. И об этом мало знают кто из тех, кто родился в годы уже восстановленной независимости. Об этом начинают забывать и мои ровесники тоже. Это не только несправедливо, это еще и не рационально, потому что мы забываем многое, что было достигнуто в той стране благодаря не только кропотливому труду, но и многим технологическим и правильническим находкам. Все же может свестись, повторяю еще раз, к некоторому хлопку, к некоторой компании, потому что сбросить лозунг нетрудно, гораздо сложнее его осуществлять. Я хочу просто пожелать инициаторам создания музея неграждан сил для того, чтобы провести долгую, кропотливую работу, которая бы завершилась хорошими результатами, которые нельзя было бы ни отрицать, ни оспаривать, которые не были просто вызовом такому анти-музею оккупации. У нас очень серьезная историческая база, которую нужно исследовать, показывать, не опасаясь показывать те ошибки или даже преступления, которые были в истории советской Латвии. Потому что, по большому счету, это очень серьезный пласт нашей истории, это наше прошлое, для людей моего поколения, по большому счету, это вся творческая жизнь. И эта история еще ждет своего исследования, развития. И пока живы люди, и пока не сожжены все документы, которые имели отношение к советскому времени, надо торопиться и такое исследование провалить. Будет ли это музей, или будет какая-то другая форма вот такого восстановления исторической памяти, это, конечно, вопрос уже как бы отдельный, о котором надо говорить. У нас звонки есть, одевайте наушники. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. Добрый, слушаем вас. Здравствуйте. Большой комментарий, извиняюсь, с небольшим сарказмом, в том числе по поводу большой работы, которая необходима для того, чтобы оценить достижения Латвийской ССР в определенный период времени. Насколько я понимаю, в силе тот факт, что напознается сравнение с кем-либо предполагается сравнивать вот эти достижения в советский период Латвии с социалистическими республиками того же периода, либо с Австрией, с Финляндией. Как вы прокомментируете? Надо делать и то, и другое. Но в первую очередь, конечно же, необходимо показать, на мой взгляд, то реальное соотношение качества жизни, которое было бы Латвийской ССР, с другими советскими республиками, которые только что назвали. Конечно, уровень жизни в Австрии был выше, чем уровень жизни в Советском Союзе в Среднем, и в частности, чем в Латвийской ССР. Никто не спорит. Вопрос о другом. Это вовсе не означает, что, сколько же получается, там, 51 год советской власти означал, вообще, падение в бездну, разрушение, гниение, уничтожение нации, геноцид и истребление генофонда. Я почти цитирую не только заголовки газет, о многих, на обоих языках публиковавшихся, но и серьезные научные исследования, которые апеллируют такими доводами. Это же все, конечно, чепуха. Люди, которые жили в этой стране, могут сказать и другие доводы, которые я сейчас просто немедленно в этой короткой передаче не могу назвать. Так что, ваш сарказм, как сказать, не то, что он неуместен, он легко оспариваемый. Он легко оспариваемый. Ну, можно говорить, да, были и богаче. И, к сожалению, Советский Союз того, что-то по тому большому счету и распался, что не смог выдержать, сохранив баланс военно-стратегический в международных отношениях, он не смог выдержать борьбу за качество жизни своих жителей страны. И наряду с нерационально организованной экономикой это и стало, по большому счету, причиной падения Советского Союза. Это тоже надо изучать, и об этом тоже надо говорить. Но выметать все из нашей истории, что имело отношение к этим четырем буквам, ЛССР, не только малонравственно, но и непрагматично. Прием еще один звонок. Добрый день. Слушаем вас? Добрый вечер. Здравствуйте. Хотелось бы вернуться к теме школ именно и родительских советов. Потому что у меня лично самый опыт такой, что я и в совете садика и в совете школы была или нахожусь до сих пор, но, к сожалению, сталкивалась с огромной пассивностью родителей, которые вообще ничего не хотели делать и были там ради галочки, в общем-то. А также сталкиваться приходилось с тем, что и директор школы, допустим, и учителя все время прикрываются какими-то правилами кабинета министров, какими-то указаниями Министерства образования, через которые переступить нельзя, ничего нового вводить мы не будем и ничего радикального делать или изменять мы в образовании детей не будем. Вот как с этим бороться и, может быть, у вашего гостя есть опыт вообще работы с родителями или как нужно бороться с пассивными директорами и так далее. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо за вопрос. На самом деле это опять-таки тема отдельного разговора, чрезвычайно интересного и очень, наверное, была полезна всем, кто в нем бы участвовал. Прежде всего надо знать вот те самые нормы, на которые ссылается администрация порой, или не только администрация, это норма закона и правила кабинета министров, прежде всего закона об образовании. Вы, кажется, вот из тех мам, которые как раз нуждаются в тех изменениях, которых мы добивались в законе и которые были отчасти приняты в завершении последней парламентской сессии. Вам дается возможность дополнительно использовать энтузиазм тех родителей, которые как раз хотели бы участвовать в управлении школами. Участвовать, управлять, это не начает захватывать власть в школе, конечно же, нет. Ответственность за развитие школы, прежде всего за директором, и к этому нужно с пониманием относиться и ему помогать, вне всякого сомнения. Вместе с тем, норма, которая принята, она как бы палка о двух концах. Это бою доволосное оружие. С одной стороны, активным родителям она дает возможность добиваться исполнения своих требований, избираться большинством голосов родителей, учеников, которые учатся в школе, и потом уже, пользуясь этим мандатом, проводить все свои предложения в жизни в школе. А с другой стороны, эта норма о том, что родители выбирают родительское собрание, ставит тех родителей, которых называете пассивными, перед необходимостью все-таки помнить свои ответственности за воспитание своих детей. За порогом школы, входя в здание, ответственность родителей за обучение своего ребенка не исчезает. И я думаю, что те, кто это не понимают, имеют возможность как раз убедиться на примере работы своей школы, что их участие было весьма полезно в этой работе. Спасибо большое. Ну, действительно, это тема такого отдельного разговора. Совсем мало времени остается. Может быть, буквально несколько слов. Что ожидается в сентябре? Что вы планируете? Что может быть актуально? Бюджет вы уже сказали в парламенте. Ну, в сентябре мы получаем бюджет, к его поступлению в 7 надо готовиться заранее. Это раз. И это, в большом смысле, самое главное событие. А вот в ноябре ожидается ваш лидер фракции, Янис Рубанович, сказал в СМИ, что в ноябре ожидается партийный конгресс. И там будет много чего интересного. Да, и там, возможно, будет создан теневой кабинет, не знаю, правительственная декларация своя. Это так? Ведется три работы. Значит, совершенствование программы, о которой я в этой передаче сказал. То есть, получение дополнительных предложений членов партии в развитии существующей программы, принимаются поправки в развитии устава партии и то, о чем вы тоже только что упомянули. Эта работа не очень афишируется рукавожией, я, не потому что она какая-то секретная. А просто до сих пор мы никогда ее не вели, и нам очень важно, прежде чем декларация теневого кабинета Центра Согласия станет достоянием наших избирателей, самим как бы протоптать хорошо эту тему в разговорах, в дискуссиях выяснить, что для нас является приоритетом с точки зрения конкретных политических обстоятельств в нашей стране. Вне всякого сомнения, только та партия заслуживает того, чтобы называться политической партией, которая хочет участвовать во власти, а власть – это правительство, правительство – это только правительство, а не сейв. И поэтому иметь заготовки для работы в правительстве, безусловно, необходимо, если мы серьезно относимся к себе и к своим избирателям, чем мы занимаемся сейчас. Ну что, спасибо за исчепывающую информацию, спасибо, что пришли, Игорь Пименов, он от вас в студии, депутат Сема фракции, Центр Согласия. Спасибо за внимание. В.В.В.В – ВИКСНьюз.лв Мультимедийный информационный портал Все самое важное под рукой Наглядно, доступно, подвижно, основательно Полный обзор окружающих событий Современное динамичное телевидение Профессиональные выпуски новостей Продолжение следует...